Не покупайте вторичку, пока не посмотрите это видео, иначе можно остаться и без денег, и без квартиры. Я Светлана Наумова, специалист по недвижимости с 20-летним стажем и владелец агентства недвижимости. В этом видео я расскажу о пяти фатальных ошибках, которые совершают люди при покупке вторичного жилья. Каждая из этих ошибок может вам стоить очень и очень дорого, поэтому я советую вам досмотреть это видео до конца. Первая ошибка – не смотреть рынок целиком. У каждого есть представление, в каком районе и какую квартиру хочется вам купить. Есть ограничения по цене, количеству комнат, какой должен быть ремонт. В этом случае важно правильно оценить ситуацию на рынке. Недавно у меня выходил ролик, как выбирать квартиру на СААНе, можете посмотреть. Частая ошибка, что люди готовы сказать «да» при первом просмотре. Хотя можно найти варианты дешевле, лучше, доступнее по транспортной доступности и выбрать лучшую инфраструктуру. Мой совет – расширять географию поиска и использовать разные ресурсы. У меня очень много разных примеров, когда люди обращались с одним запросом, а покупали другое жилье. Думали, что они купят однокомнатную квартиру. В итоге мы покупали немного другой район, но двухкомнатную квартиру вместо однокомнатной. Немного меняли локацию, и уже появлялись другие варианты, которые люди раньше просто даже не рассматривали и не знали. А почему так происходит? Потому что сейчас в основном покупают квартиры в ипотеку. И на первый план выходит ежемесячный платеж. И когда мы покупаем квартиру и находим вариант, например, в новостройке от застройщика, когда ежемесячный платеж может быть минимальный, то люди понимают, что они могут купить и большую площадь. Часто люди думают, что они купили квартиру и будут в ней жить всю жизнь, но потом приходится страдать. И для того, чтобы этого не было, конечно, нужно смотреть весь рынок целиком. Конечно, вы можете потом перепродать эту квартиру, но это трата вашего времени. Вторая ошибка – это планировка. Во многих квартирах она не совсем удобная. Например, есть комнаты, которые являются проходными. Или такая планировка, которую вообще никак не переделаешь, и очень сложно сделать из нее что-то по уму. С перепланировкой есть тоже сложности, для этого необходимо получить разрешение. В 90-е и 2000-е годы мало так кто делал, поэтому здесь возникает две проблемы. Первая – планировка не согласована, и нужно оформлять дополнительные бумаги. Вторая – такие изменения могут влиять на конструктив всего здания. Такие изменения очень опасны. Законность планировки можно сравнить с планом БТИ и понять, как дела обстоят в действительности. И еще один значимый нюанс при перепланировке. Например, вы купили квартиру, планировка не узаконена. В дальнейшем, через какое-то энное количество лет, вы ее продаете. У вас покупатель с ипотекой, и если планировка значительна, то вы не сможете ее продать без узаконивания. А это и деньги, и время. Есть ряд таких перепланировок, которые невозможно узаконить. Если вы согласились купить без узаконивания, возникнут проблемы. Например, соединяют лоджию с кухней, или перенос батареи – это очень опасно. Или убирают дверные проемы. И штраф за несогласованную перепланировку начинается от 50 тысяч рублей. Третья ошибка – не следить за чистотой сделки. Многие считают, что наличие выписки ЕГРН или свидетельства о собственности достаточно для проведения сделки. Но это не так. И еще один момент, на который стоит обратить внимание – это продажи по неполной стоимости договора. То есть, если единственное жилье, то достаточно трех лет владения для того, чтобы продать без налога. Если не единственное жилье, то пять лет. Конечно же, покупателю очень важно, чтобы была полная стоимость договора. Особенно большой налог платится тогда, когда эта квартира, например, достается по наследству. Занижение – это очень чревато. Особенно сейчас, когда все на виду. Налоговая инспекция сейчас очень за этим следит. Сейчас очень просто вообще вычислить, что у вас есть занижение. Всегда можно поднять рекламные объявления в САН. За сколько вы продавали, какая стояла стоимость, какая будет стоимость в договоре. Поэтому я бы не советовала делать занижение никому. Нужно проверять историю квартиры, каждого собственника, продавца квартиры. Потому что сейчас очень часто мы встречаемся с тем, что люди банкротятся, и из-за этого вы можете остаться и без денег, и без квартиры. Кризисный управляющий начнет отзывать эту квартиру, и у вас будут по ней споры, то вы никогда не докажете, что вы добросовестный приобретатель. Здесь будет как бы ваш сговор с собственником. И они будут доказывать, что вы знали, что он избавляется от имущества в пользу того, чтобы уйти от должников. Поэтому здесь вы можете 100% потерять и квартиру, и деньги. И здесь еще один минус соглашений на занижение. Также обязательно нужно смотреть реестр банкротов. И самое главное – это предбанкротное состояние. Нужно смотреть, где работает собственник, есть ли предпосылки к банкротству. Проблемы могут быть с мошенниками за этими многочисленными продажами. Нужно смотреть, если часто менялись собственники, то здесь точно нужно очень серьезно отнестись к документам. Проверить все несколько раз. Если квартира продается по доверенности, обязательно нужно увидеться с прежним собственником, поговорить. Деньги, перечисленные, должны быть не доверенному лицу, а именно собственнику для вашего спокойствия. Еще один важный момент. Когда квартира приобретается в браке, обязательно нужно же, конечно, согласие супруга, супруги на продажу. И если такого согласия не будет, сделка такая не пройдет. Вы просто потратите время зря на поиски, на весь этот документооборот и подготовку к сделке. Поэтому почему важен риэлтор? Он эти вопросы задает заранее. Все это проговаривается, и мы понимаем, вообще мы выйдем на эту сделку или не выйдем. Поэтому если вас пугают все вот эти нюансы, вы не хотите сами разбираться во всех тонкостях, юридических моментов при покупке недвижимости, то обращайтесь к нам. Еще очень важный момент проверять, была ли куплена квартира с использованием материнского капитала и выделены ли были доли детям. Такая справка заказывается в Пенсионном фонде России. И последняя ошибка при покупке вторичной недвижимости – это не проверить счета за коммунальные услуги и капитальный ремонт. Представьте, вы не проверили эти счета, например, за капремонт, а долги по капремонту переходят к новому собственнику. Все придется оплачивать вам. Сведения о задолженности содержатся в едином жилищном документе. Напишите в комментариях, какие дома вам больше нравятся – вторичка или новостройка. Давайте проведем в комментариях такой с вами мини-опрос. Обращайте внимание на все пункты, и я уверена, ваша сделка пройдет замечательно. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если хотите знать все о недвижимости. С вами была я, Светлана Наумова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok